Здарова всем! Ну что, второй, значит. Второй выпуск про Фрэнка Алжернона Каупервуда, продолжение финансиста. Вторая часть называется «Титан». Тоже охерительная книга того же самого Театера Драйзера, соответственно. Вот. Может быть, даже еще круче, чем первый финансист, но в любом случае нужно начинать читать именно с финансиста. Так, значит, вот Фрэнк Алжернон Каупервуд. Ну, в общем, что там не случилось в Филадельфии, понял он, что хватит ему, пора дальше развиваться. Причем было-то ему уже вроде как 34 года, а с другой стороны всего лишь 34 года. И поехал он в Чикаго. Развелся там со старой женой. Ну как развелся, так, в общем, оставил ее, взял эту Эйлин, которая там лет на 10 его была младше, даже а то и на 15, у которой папаша Батлер. Помер. И поехали они в Чикаго. В Чикаго только-только строился, там дымел, кишел. Люди жили в бараках, в каких-то домиках подозрительных. Вот. Он приехал, сразу стал там создавать себе доброе имя. Общался с некоторыми банкирами, там в определенные круги стал входить туда-сюда. В общем, он сразу стремился к тому, чтобы стать сильным человеком. Тоже рассказывается про то, как он там... Ну, не буду пересказывать прямо дословно, потому что туда неинтересно читать. Просто, значит, разные махинации производил. Красиво там он уел местных, воротил, занял сразу... Ну, по-хитрому, короче, захватил большую часть железнодорожных перевозок. Именно внутригородские перевозки его интересовали. Тогда сильно развивалось, а всякие вагончики стали ходить там, ну, типа маленьких электричек. Вот. Он там по-хитрому захватил и стал развиваться. Тоже, опять же, рассказывается про всю эту коррупированность власти, связь, а, значит, бизнесы и власти, как одна партия поддерживает одних, другая партия поддерживает других. Там с выборами вся эта фигня. Еще Каупервуд понял, что Эйлин не принимали в свете Чикаго. То есть дамы местных буржуев не хотели с ней с тобой общаться. Потому что Эйлин не был как такового образования. Она не была его женой официальной. Эйлин просто была молодой красивой девчонкой, по большому счету. которую он красиво одевал, хорошо содержал, но она не соответствовала его уровню развития. И это еще раз показывает о том, что бывают моменты, когда, быть может, голова твоя не думает, а думает только сердце или организм. Но при этом при всем оба человека, то есть девушка и парень, должны развиваться. Либо оба тупеть, чтобы смотреть одно и то же, там, не знаю, думать об одном и то же. Либо оба должны как-то развиваться, чтобы всегда были интересы, были на одинаковом уровне общения, чтобы им было интересно не только спать вместе, но еще и о чем-то поговорить. Какие-то одинаковые взгляды на жизнь были. Такая вот семейная трагедия Фрэнка Алджина, Каупера. Это Эйлин пошла за ним на все. Она против воли отца пошла. Она сидела в тюрьме, она ходила к нему, бегала против общественного мнения. Она даже, несмотря на то, что он не женился на ней, он женился на ней, в конце концов, там, под конец фильма, под конец книги. Все равно она была с ним. А он потерял к ней интерес. Он стал то к одной, то к другой, разные интриги заводил, там, плел. Это чаще всего его и подводило. Нормально он со всеми взаимодействовал, добивался всего, но многих своих друзей, таких воротил, он потерял из-за того, что он любил приходы у этих женушек, дочерей и тому подобных. Но он стал титаном в Чикаго, он стал мировым воротилом. Он стал уже международного уровня магнатом, миллионером. Тогда еще не было миллиардеров. Очень хитрые, там, интересные ходы были показаны, как он, чтобы собрать большое количество денег, купил телескоп или обсерваторию, по-моему, построил для университета. Во-первых, обсерватория стала носить его имя. Во-вторых, вся общественность решила, что у Каупера очень много денег, раз он вкладывает даже такие меценатства. И, в общем, вся книга «Титан», она рассказывается, наверное, о том, как он растет, становится буквально мировым, мирового значения человеком. Как он, опять же, идет на поводу и только ради своих собственных интересов и желаний, и как крушится их семейное счастье с Эйлин, с той девушкой, которую он так любил, и которая ради него все бросила и пошла с ним. Ну, в любом случае, охерительная книга, всем советую читать. Ну и про последнюю часть «Стоик», про закат Каупера Будда, точнее, его расцвет, просто закат в жизненном плане, расскажу в следующей части своего видеоглога. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok